Коллеги, я сегодня хотела немножко рассказать про метод сепонирования нового поколения в онкологии. Многих вещей я касаться не буду, поскольку мы будем разбирать еще на следующих лекциях. Но в общем и целом про метод я сегодня расскажу. Если вы видите мой слайд, здесь два автора указаны. Я хочу подчеркнуть, что слайды не только мои, слайды также мои коллеги Ирины Мироновой за лабораторию МЧС. Я очень хотела, на самом деле, чтобы она рассказала сегодня про этот метод, но у нее, к сожалению, не получилось. Значит, с чего я хотела начать? Я хотела начать с того, что метод сепонирования нового поколения в клинической практике, по крайней мере онкологии, наверное, не только в онкологии, в общем, в любой клинической практике, диагностике генетической, это, пожалуй, самый молодой метод. Если метод иммуногистохимии, например, ему уже 80 лет, да, там, флюоресцентно-гибридизация инситу, ПЦР, они так, ну, чуть помоложе, еще моложе чиповые какие-то методы, то сепонирование нового поколения метод совсем молодой, ему чуть-чуть больше 20 лет, и он является, как бы, ну, потомком другого метода сепонирования, так сказать, метода сепонирования первого поколения, сепонирования по Сенгеру, который был впервые предложен в 1977 году. И, ну, в общем, общая цель этих методов, она как бы одна и та же. В том и другом случае стоит задача определить последовательность нуклеотидов в определенном гене, в определенном локусе хромосомы, то есть определить последовательность нуклеотидов в каком-то фрагменте ДНК, или там, ну, в идеале целиком, там, во всей, во всей молекуле ДНК. Откуда такое название? Ну, потому что сепонирование английского приводится как последовательность, я думаю, что это, в общем, все понятно. Чем метод сепонирования нового поколения отличается от метода сепонирования по Сенгеру? В первую очередь тем, что сепонирование по Сенгеру – это не очень производительный метод. Это метод, который позволяет прочитать, ну, единомоментно только какой-то один фрагмент ДНК, зато достаточно большой длины, это, там, может быть, от 500 нуклеотидов до 1000. Вот, тогда как сепонирование нового поколения позволяет прочитать, в общем, гораздо большее количество фрагментов ДНК одномоментно в размерах, там, какой-то панели генов, в размерах полного экзома, в размерах полного генома или транскриптома. В общем, в принципе, как бы весь геном человека можно прочитать в рамках одного исследования. Для онкологии что нам важно, это то, что этот метод позволяет выявлять мутации. На самом деле он позволяет делать не только это, но нам важно, что он позволяет выявлять мутации. Причем как в опухоли, так, в общем-то, например, в крови, если мы интересуемся вопросом какого-то наследственного рака. Другое название этого же метода – это массивное, параллельное, массовое параллельное сепонирование. И речь тут о том, что, как я уже говорила, у нас параллельно происходит сепонирование сразу нескольких, там, многих кусочков, фрагментов ДНК. И я вот немножечко про это еще тоже попозже расскажу. Но сначала, что я хочу сказать. Зачем этот метод нужен? Почему вообще важно вот так вот как-то параллельно что-то там сепонировать? Чем по ОКСНГ? Значит, ДНК у нас, вся наша какая-то наследственная информация, она как бы состоит из таких нуклеотидов, кодируется так называемыми буквами. Ну, это такое как бы, да, сленговое название нуклеотида, потому что это действительно буквы АЦТГ, аденин, цитазимин, буанин. И вот в сравнении, допустим, с нашим русским алфавитом, да, четыре буквы ДНК, 33 буквы со знаками приклинания, пробелами в нашем языке письменном. И, ну, вот как бы просто, чтобы нам было от чего отталкиваться, да, в полном геноме человеческом порядка трех миллиардов таких букв. Ну, там они парные синклеотиды, но, тем не менее, порядка трех миллиардов. А если мы возьмем роман Ива Толстого «Война и мир», все знают, да, такой четырехтомник, большой роман, не уверена, что все читали вот туда. В нем всего, на самом деле, два с половиной миллиона букв на три, порядка меньше. И чтобы тоже было какое-то понимание, один человеческий геном приблизительно, как бы, ну, вот так условно равен, в общем, более чем тысячи романов «Война и мир». И, соответственно, ну, объем большой. Если мы хотим понимать всю последовательность букв ДНК, то нам, конечно, нужно потрудиться. С Энгером мы будем трудиться долго. Вот, поэтому в какой-то момент возникла необходимость в таком методе, который позволяет процессировать через себя, да, секренировать большое количество молекул ДНК одновременно. Сначала это казалось, что это очень дорого, сейчас это становится все дешевле и дешевле, и, в общем, все быстрее и быстрее. К вопросу о сроках. Значит, этапы лабораторного процесса, сугубо лабораторного процесса, можно подразделить на выделение ДНК, пробоподготовку или приготовление так называемых гипплиотек, и секренирование. Процесс все же не быстрый, а пробоподготовка в зависимости от того, что работаем с панелями, с изомами или с геномами, смотря с чем мы работаем, может занимать от нескольких часов до нескольких дней. Это, по сути, этап, ну, такого вот сугубо капания по пробиркам. То есть после того, как мы выделили ДНК, мы что-то там пробиркам капаем, и может быть такое, что в рамках какого-то одного запуска, одного эксперимента, одной постановки, мы будем капать несколько дней подряд. И сам этап секренирования, в общем, тоже как бы не сильно быстрый, он может занимать от нескольких часов до более чем двух суток. Здесь я говорю про технологию Illumina. Ну вот, соответственно, в зависимости от того, какой у нас секренатор, в зависимости от того, что мы хотим секренировать, от нескольких часов до двух и более суток мы будем просто секренировать. То есть это будет работать прибыль. Значит, пробоподготовка, что это такое? Это подготовка библиотек. Библиотеки – это вот такие специальным образом подготовленные фрагменты ДНК, подготовленные для секренирования. Основные этапы пробоподготовки – это, так или иначе, каким-то образом фрагментация геномной ДНК на кусочки и присоединение к этим фрагментам неких адаптеров. Разрезать ДНК на кусочки можно разными способами, можно какими-то ферментами, можно какими-то, не знаю, утрозвуком, например. Можно, в принципе, воспользоваться такой технологией, как ПЦР, и просто с помощью разных праймеров, как это сказать, накопить, амплифицировать большое количество упороченных фрагментов ДНК, конкретно тех, которые нас интересуют. Две разные технологии пробоподготовки – гибридизационная и ампликонная. Немножко попозже я чуть-чуть про это тоже скажу. Но так или иначе, мы все равно получаем фрагменты. Хоть в одном случае, хоть в другом случае. Маленькие какие-то небольшие фрагменты ДНК, к которым мы дальше присоединяем адаптеры. Как устроены адаптеры, я тоже расскажу, но без присоединения адаптеров сфернировать мы не сможем. После того, как мы вот эту геномную ДНК, которую мы выделили из образца, фрагментировали и присоединили адаптеры, мы получили библиотеку для сфернирования. Гибридизационная библиотека. Каким образом получается? Как я уже говорила, геномная ДНК фрагментируется на кусочки, дальше вносятся адаптерные последовательности, получаются библиотеки. И дальше мы, что мы делаем? Мы, значит, ну каким-то образом смешиваем это с некими амбинокреатидами, которые называются зонды, проводим так называемую гибридизацию, выбираем только те фрагменты ДНК, которые нас интересуют. То есть вот у нас есть какие-то зонды, которые подобраны под какие-то определенные таргетные последовательности. Эти таргетные последовательности мы оставляем. Те таргетные последовательности, которые никаким зондам не прилипли, у нас как бы вымываются, мы их удаляем из реакционной смеси. В случае приготовления амбликонных библиотек немножко другая система. Мы еще до фрагментации ДНК уже выцепляем таргетные нужные нам участки. Мы берем геномную ДНК целиком, прибавляем к ней некую смесь праймеров и дальше запускаем ПЦР. Про ПЦР на прошлых лекциях коллеги рассказывали, я не буду на этом долго останавливаться, всегда можно вернуться и послушать соответствующий вебинар. То есть мы путем ПЦР получаем некое накопление вот этих кусочков, интересующих нас кусочков ДНК. Ну и уже после этого выносим адаптеры и секвенируем. Что такое адаптер? Это некая такая последовательность, тоже последовательность ДНК, которая присоединяется к интересующему нас фрагменту ДНК с двух сторон. То есть адаптер с одной стороны садится, адаптер с другой стороны садится. Этот адаптер состоит из трех частей. Ну вот здесь справа видно, что он состоит из трех частей. Это с одной стороны та последовательность, которая, та последовательность ДНК, которая позволит дальше всему вот этому кусочку, налипнуть, так сказать, на подложку в секренаторе. Это некий такой индекс, индексная последовательность, буквально 5-6-7 букв нуклеотидов, которые позволяют отличать один образец от другого. И это еще дополнительная последовательность ДНК, праймер так называемый. Это та последовательность, которая позволит в секренаторе дальше вот эту молекулу сочетать. Здесь, опять же, я говорю про технологию люминок, про другие технологии я говорить не буду, потому что наша лаборатория, в общем, использует только этот метод, хотя другие методы тоже в природе существуют. Соответственно, вот эти праймеры, они позволяют, как я уже сказала, в самом секренаторе амплифицировать вот этот интересующий нас фрагмент ДНК. Они с обеих сторон присоединяются к нашему вот этому таргетному участку с тем, чтобы можно было и в одну сторону молекулы ДНК прочитать, и в другую сторону молекулы ДНК прочитать, так называемое парно-концевое прочтение, нужное для того, чтобы снизить количество ошибок, которые, артефактов, которые происходят в самом секренаторе. Что происходит в секренаторе? Как я уже говорила, в адаптере есть последовательность, которая позволяет нужному нам таргетному участку ДНК налипать на некую подложку, на проточную ячейку. Значит, на этой подложке есть комплементарная вот этому кусочку тоже последовательность ДНК. За счет вот этой некой комплементарности, то есть способности азотистых оснований образовывать связи от ЭИЦГ, у нас происходит налипание нашего фрагмента на подложку. После того, как фрагмент налип, за счет того, что у нас здесь еще есть праймер, который здесь на картинке не показан для упрощения, за счет того, что у нас есть праймер, полимераза может начать достраивать вот эту цепочку, за счет того, что в ухо нее есть затравка, она, значит, садится на эту молекулу и начинает достраивать цепь. Вот здесь видно, что она начинает достраивать эту цепь, но достраивает она ее с использованием тоже по принципу комплементарности, естественно, достраивает ее не за счет простых нуклеотидов, а за счет нуклеотидов флуоресцентно мечены. И поскольку нуклеотиды флуоресцентно мечены разными цветами, у нас есть возможность отследить, в какой последовательности эти сигналы в данной конкретной ячейке садились, ну, то есть, как бы налипали, выстраивали вот эту цепочку ДНК. Ну, и вот мы, соответственно, дальше, ну, не мы, да, а как бы компьютер увидит некую матрицу, которую он сможет так или иначе по цвету интерпретировать. Более того, поскольку нуклеотиды подаются в определенной концентрации, в определенной последовательности, мы можем еще и сказать, что, ага, в этот момент времени у нас один нуклеотид присоединился в этот момент в другой нуклеотид, и мы сможем выстроить всю цепочку. Это уже сделает компьютер, причем компьютер, как бы, в общем-то, встроенный компьютер в стеклинаторе. Ну, вот как-то так выглядит вот эта проточная ячейка с налившими молекулами ДНК, вот, и как-то так вот это все свечение будет выглядеть. Понятно, что человеческим глазом тут ничего не разглядеть, но компьютер все понимает, все знает, он анализирует, и он говорит, ага, вот в такую последовательность, вот здесь, вот, допустим, в такой последовательности шли буквы в том фрагменте ДНК, который вас интересовал. По поводу, значит, того, что мы потом с этого получаем. Мы с этого получаем так называемые периоды или прочтения. То есть, вот каждый наш вот этот фрагмент ДНК, который мы спустили в секлинатор, он будет прочитан, последовательность ДНК будет восстановлена, мы будем ее знать. Если у нас в этом фрагменте сидит какая-то мутация, то мы эту мутацию в общем-то как бы увидим. Кроме этого, мы еще можем увидеть артефакты. Вот здесь вот этими синими звездочками обозначены артефакты. Это могут быть артефакты подготовки, артефакты секвенирования. Но мы увидим, что поскольку они у нас тут встречаются в общем как бы в достаточно небольшом количестве ридов, менее чем в половине, если правда, если мы говорим про врожденные мутации, про то, что мы там секвенируем образец крови, это как бы работает, с полями это не работает, там немножко другие подходы. Но тем не менее, вот мы видим, что значит тут что-то какое-то там небольшое количество каких-то непонятных звездочек каких-то не там. И мы можем сделать вывод, что это в общем-то артефакт, а вот это вот мутация, потому что она есть во всех риблотах. В данном случае она как риблот в бомозиблоте. Есть еще такой термин покрытия. Не буду я сегодня долго про это рассказывать, я про это расскажу на следующей лекции, скажу буквально пару слов. Покрытие это такой такой показатель, который говорит о том, сколько раз данный вот этот фрагмент ДНК в секвенатрии был прочитан, сколькими рядами он был покрыт. В секвенатрии каждый фрагмент прочитывается энное количество раз. И соответственно, вот покрытие говорит о том, сколько раз было прочитано. Важно что? Важно то, что чем больше покрытия, тем выше чувствительность метода и тем надежнее метод, тем меньше вероятность ошибки. Это самое главное, что нам сегодня нужно знать. Подробнее, как я уже сказала, в следующий раз мы эту тему разберем. Еще тоже, чтобы немножечко было понимание, что такое покрытие, что такое риды. Значит, ну вот у нас есть ДНК, вот мы эту ДНК на какие-то фрагменты разбили, мы ее сиквенировали, получили вот эти прочтения. То есть вот все те же самые прямоугольнички синенькие, они каким-то образом нами наслаиваются, намапливаются на некий референс на геном, и мы имеем возможность из вот этих кусочков ДНК собрать последовательность исходного большого куска ДНК, который нас интересовал. Так вот, вот эти фрагменты, это как раз те самые риды, это все то, что мы прочитали в сиквенатере, и хорошо, когда они плотненько-плотненько друг на друга накладываются, друг с другом пересекаются. Вот это считается хорошим покрытием, с хорошим перекрытием. В данном случае это результат, условный результат в радиационной библиотеке, на переконной библиотеке немножко по-другому выглядят. Но, во всяком случае, вот это, это как бы хорошо, плотненько-плотненько мы вот это все прочитали, и у нас вероятность ошибки снижена. Если мы видим вот какое-то вот такое редкое, да, как это сказать, редкую концентрацию ридов, да, на неком нашем референсном геноме, это уже не очень хорошо. Это значит, что, например, вот этот вот фрагмент у нас покрыт всего один раз, вот этот фрагмент покрыт два раза, вот этот два раза, вот этот всего один раз, и вот этот всего один раз. Это как бы плохо. Более того, у нас появляются участки, которые не покрыты совсем, ридов там нет, мы ничего не можем сказать про то, какая здесь ДНК у нашего вот этого конкретного пациента в этом самом месте. Это нехорошо, но это, к сожалению, неизбежно. То есть, при любой, в любом секвенсе, будь то панель, будь то экзон, будь то геном, у нас такие участки будут, с этим, к сожалению, ничего нельзя поделать. Более того, будут какие-то участки, которые не покрыты всегда, будут участки, которые не покрыты в одних образцах, но покрыты в других. Тут ничего нельзя поделать, максимум, что можно сделать, сократить количество таких участков. Ну и по поводу чувствительности, эта чувствительность, она как раз очень сильно завязана на покрытие. Чувствительность, это вообще говоря, показатель того, какая фракция, какая доля, вариант на валей, или вариант какой-то мутации, в процентном отношении может быть данным методом детектированной. И вот если мы говорим про НГС, то здесь чувствительность очень сильно зависит от покрытия. Например, экзом, стандартный полный экзом человека по просту крови сепенируется со средним покрытием 100Х, ну и соответственно, как следствие, примерно 98% нуклеотидов будут покрыты хотя бы 10-ти кратно. Соответственно, если мы повышаем среднее покрытие, то у нас будет вырастать с одной стороны немножечко будет подрастать доля нуклеотидов, которая покрыта 10-ти кратно, а с другой стороны у нас будет расти доля нуклеотидов, которая покрыта 20-ти кратно, 50-ти кратно, 100-ти кратно и так далее. Ну и соответственно, если у нас какой-то нуклеотид покрыт 10-ти кратно и фракция мутации 10%, то мы в лучшем случае выявим мутацию только в одном виде и никаким образом не сможем отличить ее от артефакта. Поэтому для поиска соматических мутаций это совершенно недостаточное покрытие. 10х не позволит детектировать мутации даже с фракцией или в 10%, не говоря уже про фракции или в 5% или в 1%, там покрытие нужно выше. В отличие от каких-то целей наших связанных с поиском герминальных мутаций. А в целом чувствительность метода NGS может достигать и 0,1%. Как правило, для поиска соматических мутаций это 1-5%, 0,1% скорее какая-то жидкостная биопсия. Там нужны особые отдельные ущерения, чтобы этого достичь. Но, в общем, чувствительность может быть действительно очень высокой. Правда, вот за счет увеличения покрытия значит, в общем, неизбежное увеличение стоимости исследования. Ну и панели для поиска соматических мутаций варьируют по покрытию, по среднему. Какие-то крупные панели там покрытие может начинаться от 500x в среднем и какие-то панели поменьше, там, как правило, покрытие делают больше, 2000, 2500, 3000x. По поводу того, как этот метод, метод секвенирования нового поколения может применяться в клинической практике. Если вот в целом, в общем, не трогая онкологию, можно говорить про то, что, ну вот, есть панели генов, есть секвенирование клинического экзома, есть полное секвенирование экзома, полное секвенирование генома. Секвенирование клинического экзома на данный момент потихонечку уже отмирает, панели генов еще остаются, секвенирование клинического экзома потихоньку отмирает, потому что клинический экзом это такая, как бы, большая панель, в которую включены вроде как клинически значимые гены. Чем такая панель плоха? Тем, что каждый год открывают новые клинические значимые гены, и этот клинический экзом очень быстро устаревает. Раньше он был достаточно популярен, потому что стоил значимо дешевле, чем полный экзом, Сейчас полный экзом стоит уже достаточно каких-то таких приемлемых денег, он очень сильно подешевел. И, соответственно, клинический экзом потихонечку вытесняет. Панели генов пока все еще остаются, и самое главное, что важно для нас, они остаются в онкологии. Про это я еще тоже много достаточно с вами скажу. Ну и есть еще метод сфинирования полного генома, то есть попытки прочтения всех нуклеотидов во всех хромосомах человека. Этот метод для моногенных заболеваний уже тоже достаточно неплохо применяется. В онкологии применяется пока очень слабо, потому что это, конечно, дорого и не совсем понятно, что с этим делать. Потому что дальше всю эту информацию нужно как-то интерпретировать, а мы, к сожалению, далеко не про каждый ген можем сказать, какую роль этот ген в опухоли играет. Ну и если по-другому сгруппировать все то же самое, то мы можем сказать, что, наверное, у нас есть две основные опысти клинического применения метода НЧС. Это для поиска причины, например, наследственных моногенных заболеваний, ну вообще для диагностики наследственных моногенных заболеваний и для онкодиагностики. Когда мы говорим про моногенные заболевания, как правило, в первую очередь, поиска вероятной причины, генетической причины заболевания, или это еще может быть скринитное носительство вариантов развития рецептивного заболевания при планировании беременности. Нас это сегодня не очень интересует. Нас интересуют две другие цели. Первая – это оценка риска развития какого-то наследственного заболевания с поздним началом. Например, тут может служить тот самый наследственный рак. Это, ну как бы, наследственный рак в принципе можно воспринимать как некое такое наследственное заболевание, моногенное заболевание с поздним началом и с вариабельным проявлением. И, соответственно, в этом смысле нет никакой разницы с применением метода, например, полного изома для диагностики наследственного рака. Он может точно так же применяться, как и для диагностики других наследственных заболеваний. И еще одна цель, которая перед нами стоит, это подбор таргетной терапии при онкологических заболеваниях. И здесь, вот здесь используются в основном панели полный изом и полный геном. Это пока дорого и до этого еще все далеко. Ну, как я уже сказала, да, у нас есть наследственный рак, у нас есть парадический рак. И, соответственно, то, как мы будем применять метод секвенирования, тоже будет отличаться. К сожалению, мне приходится про это говорить, потому что очень часто возникают вопросы от врачей. Это как будто бы получается не очень очевидно для врачей. И я скажу про это пару слов. Значит, наследственный рак обсловлено порожденными терминальными мутациями. Это значит, что это мутации, которые есть в каждой клетке тела. Если они есть в каждой клетке тела, то нам не обязательно лезть за опухолью. Нам можно взять любой другой биоматериал. Проще всего нам взять кровь, и мы сможем выделить ДНК из этой крови, секвенировать ее и выявить мутации. Совсем другое дело, если мы говорим про приобретенные соматические мутации. Вот этих мутаций в крови нету, ну или точнее они там могут быть в следу количества. Вот, поэтому тут нам приходится секвенировать образец опухоли, брать ткань опухоли для выделения ДНК, как правило, это парафиновые блоки. Вот, мы, конечно, секвенируя ткань опухоли, герминальную мутацию видим тоже. Но это, как бы, ну, получается немножко невыгодно идти таким путем, потому что, как я уже говорила, для после соматических мутаций нам нужно гораздо большее покрытие. Получается, что определяя таким образом герминальные мутации, мы просто делаем лишний секвенс. Вот, соответственно, как бы, вот важно очень понимать, панели для наследственного рака и панели для после соматических мутаций, это как бы две разные сущности, там разный биоматериал, там разная стоимость, и, в общем, ну, как бы, панели по своему составу тоже разные. Ну, и так вот, как бы, справочно, наверное, все знают, да, что 5-10% всех случаев рака, они представляют собой наследственный рак, так что, в общем, ну, это достаточно большой процент, чтобы был смысл упровожденной мутации говорить тоже. Зачем метод степенирования используется в случае диагностики наследственного рака и в случае спрадического рака? Тут вот тоже, как бы, разные цели и задачи перед нами стоят, есть между ними определенные перекрытия, но, тем не менее, задачи основные разные. В случае наследственного рака мы хотим найти каузативную герминальную мутацию, то есть ту самую мутацию, которая приводит к повышению риска развития онкологических заболеваний у данного человека или у данной семьи. Это наша основная задача. Как следствие, зная мутацию, мы, конечно, можем дальше диагноз скорректировать, прогноз скорректировать, терапевтические опции какие-то попробуем подобрать. Но это как получится, то есть не всегда получится скорректировать диагноз, не всегда получится что-то сказать про прогноз, и не всегда, тем более не всегда, получится изменить терапию, а вот что получится сделать более-менее всегда, это проконсультировать пациента, если он детородного возраста, а пациенты с наследственным раком, они зачастую молодого возраста. Вот, можно этого человека проконсультировать на тему какого-то деторождения, на тему того, чтобы не передать вот эту мутацию своим детям, И можно этого человека проконсультировать на тему членов его семьи, что у них тоже может быть эта мутация, они тоже могут быть носителями, у них тоже может быть повышенный риск вывести рак. Вот это какие-то, наверное, такие основные моменты, связанные с диагностикой наследственного рака. Ну, кроме этого, есть еще всякие репродуктивные опции, ПГТ, может быть, даже НИП, но скорее ПГТ, а не же НИП. Вот, в случае, если мы говорим про диагностику спорадического рака, тут другая история, тут ключевое, то, что, для чего мы это делаем, это изменение терапии, ну, не изменение, а точнее подбор правильной терапии, подбор каких-то самых лучших терапевтических опций, и все остальное для нас уже вторично, там, ну, диагноз, да, там тоже можно, может измениться прогноз, может измениться, как повезет. А ключевое, зачем мы это делаем, как правило, это для того, чтобы подбрать правильное лечение. Ну, как я уже сказала, в одном случае это образец крови, как правило, в другом случае образец опухоли, как правило. Вот, соответственно, ну, опять же, как я уже сказала, здесь, конечно, герминальные мутации тоже могут определяться в зависимости от панели. Но мы, скорее всего, никогда не сможем наверняка сказать, что мутация герминальная, пока не проверим ее наличие в крови, ну, например, с секвенированием по сангерам. У метода секвенирования, несмотря на его преимущества, есть еще и недостатки, и про преимущества и про недостатки я хочу пару слов сказать. Из преимуществ, ну, это понятно, это я про это уже намекала, может быть, даже уже сказала, это возможность тестировать одновременно какое-то большое количество генов, ну, как минимум несколько, несколько десятков, например, как максимум сотни и тысячи, как я уже говорила, это может быть, в общем-то, целый геном. Кроме этого, в отличие, например, от метода ПЦР, это возможность выявления каких-то редких, неописанных мутаций, которые методом ПЦР нельзя выявить, потому что методом ПЦР можно посмотреть только какие-то описанные, часто известные мутации. Ну, и плюс, это возможность выявления драйверных мутаций в генах традиционно не ассоциированных данным типом рака. Это может быть достаточно важно, например, для редких каких-то опухолей, или если даже опухоль нередкая, но все какие-то терапевтические опции согласно клиническим стандартам уже закончились, тогда может быть важно, что вот мы выявили какую-то мутацию, которую мы при данном типе рака ПЦР или каким-то другим методом не догадались бы поискать, а между тем вот она нашлась, и есть, например, клинические испытания какого-то препарата для носителей, для пациентов, у которых в опухоли есть эта мутация с данным конкретным типом опухоли, и, соответственно, появляются какие-то новые терапевтические опции. Но, наверное, важнее всего это то, что метод МГС позволяет определять комплексные биомаркеры, так называемые, микростелитную нестабильность, мутационную нагрузку, дефицит гонологичной рекомбинации. Ну, вот, например, что касается мутационной нагрузки, никаким другим методом это определить на данный момент нельзя. Микростелитную нестабильность можно, методом ПЦР, методом ЭГХ, мутационную нагрузку никаким другим образом нельзя. Что касается дефицита гонологичной рекомбинации, ну, тут это такой достаточно специфичный маркер, соответственно, если мы говорим про герминальные мутации в каких-то генах, типа BRCA1 и 2, или в каких-то других генах рефорации, то часть, конечно, из этих мутаций мы можем выявлять методами ПЦР, например, но только небольшую часть, все остальное все равно придется смотреть методом секвенирования. Про высокую чувствительность я, как бы, тоже уже сказала, она может быть действительно достаточно высокая, но при этом она сопоставима с методом ПЦР, ПЦР тоже может быть достаточно чувствительным, поэтому, тут смотря, с чем сравнивать, чувствительность совершенно точно выше, чем из унирования по Сангеру, но вот относительно ПЦР это преимущество, наверное, назвать не получится. А недостатка? Значит, метод требует от лаборатории, как бы это сказать, определенных вложений, то есть требуются дорогостоящие приборы, требуется дорогостоящая реагентика, требуются специалисты, которые умеют со всем этим работать, умеют готовить библиотеки, умеют секвенировать, и требуются специалисты, которые далее будут интерпретировать данные. Это большое отличие от метода ПЦР, допустим, потому что при методе ПЦР особо интерпретация не нужна, мы точно знаем, какие мутации мы смотрим, мы их видим, и как бы все понятно, что с ними дальше делать, это совершенно точно патогенные мутации, мы не пытаемся смотреть другие. В случае, когда мы сформируем, мы можем найти мутации, про которые ничего не понятно, они не описаны, а клиническую значимость их как-то надо каким-то образом определить. Это один момент. И второй момент, в принципе, у нас будет такое количество мутаций или каких-то генетических вариантов, что через это количество надо каким-то образом продраться, чтобы выдать заключение. Не буду сегодня, опять же, долго на этом останавливаться, все это мы будем разбирать на следующей лекции по биоинформатике, я про это расскажу. Еще одним недостатком метода, ну, таким условным служат его ограничения, ну, как бы такие врожденные ограничения метода. Но ограничения есть у любого метода, поэтому это, в общем, наверное, недостаток такой условный. По поводу срока выполнения и стоимости, это, конечно, недостаток, но смотря что, с чем сравнивать. Если мы говорим про то, что мы сравниваем одно НЧС-исследование с одним ПЦР-тестом, то НЧС, конечно, будет дороже и дольше. Но если мы говорим про то, что мы пытаемся делать пациенту последовательно несколько исследований разных генов, искать мутации в разных каких-то генах, то тогда и по сроку исследования, и, в общем-то, даже в каких-то случаях по стоимости мы можем выровняться. То есть если мы хотим посмотреть 10 разных генов ПЦР, то это будет, особенно последовательно, то это будет долго и это будет дорого, и, возможно, это будет сопоставимо с методом НЧС. По поводу ограничений методов тоже будет еще разговор на следующей лекции, но буквально пару слов. Значит, первое ограничение, это то, о чем я сегодня вскользь упомянула, то, что покрытие всегда неравномерное. Как бы мы ни старались, как бы мы хорошо ни работали, что бы мы ни делали, у нас всегда будут случаи, когда какие-то таргетные участки, которые мы хотели прочитать, мы не прочитаем, они не будут покрыты, мы ничего про них не сможем сказать. Ничего нельзя с этим сделать, к сожалению. Сможно стремиться к тому, чтобы количество таких участков сильно сократить, очень сильно сократить, но совсем их убрать нельзя. Но даже если, допустим, нам это не страшно, потому что действительно можно достигнуть очень-очень хороших показателей в плане сокращения непокрытых участков, их процента, то мы ничего не можем поделать с тем, что какие-то участки у нас будут покрыты очень сильно, а какие-то участки будут покрыты гораздо слабее. Это, в общем, тоже может не быть проблемой, если мы делаем достаточно, как бы, большое среднее покрытие, тогда у нас даже те участки, которые покрыты там, ну, слабее других, они будут покрыты достаточно, мы сможем их интерпретировать, мы сможем с ними работать, но это будет за счет увеличения стоимости исследования. Следующее ограничение – это артефакты сепонирования. Ну, тут как бы нет ничего такого особенного, любой метод имеет свои артефакты, там, что лабораторные методы, что инструментальные, есть артефакты МРТ, могут быть артефакты любых каких-то других методов, и метод МГС в этом плане не исключение, тоже есть артефакты. Плохо то, что эти артефакты мы можем случайно с мутацией, то есть мы можем сообщить, выдать в заключение какую-то мутацию, а на самом деле это мутации в упухоле у пациента нет. Вот это как бы плохо, но есть определенные подходы, которые позволяют с этим бороться достаточно успешно, ну и плюс в отдельных случаях, конечно, есть возможность, когда есть подозрение, что возможен это артефакт, порой есть возможность проверить референсный метод наличия этой мутации. Сильным таким ограничением метода МГС являются мутации в областях так называемой повторяющейся последовательности ДНК, в экспансиях, повторах. Для онкологии нам это, наверное, не так критично, как для диагностики моногенных заболеваний, но тем не менее тут это сильный ограничивающий фактор. Вот. И то же самое с мутациями в областях генов, для которых есть геноми псевдогены, то есть какие-то участки, которые, ну как бы, одинаковые участки ДНК, встречающиеся в геноми несколько раз. Здесь тоже есть проблема, что мы видим мутацию, но мы не можем сказать, она у нас в гене или она у нас в псевдогене. И, возможно, такие моменты тоже там приходится как-то там сиклинированием по Сенгеру, например, или каким-то генометодом, референсом проверять. Но для онкологии это тоже, на самом деле, не так важно. Что важно для онкологии, это то, что структурные перестройки, например, инверсии, транслокации и вариации числа копий генов могут ловиться методом сиклинирования нового поколения, но для этого нужны особые ущерения. То есть вот так вот взять и просто сделать, например, сиклинирование экзома, опухоли и все это дело поймать, так, наверное, не получится. Нужны определенные подходы, информатические, лабораторные. Например, для поиска транслокации очень хорошо сиклинировать РНК, на самом деле, а не ДНК. Это дополнительное увеличение, опять же, своемости исследования, ну и, в общем, сложность выполнения исследования. И еще проблемы, возможно, с тем, что нелюбовый материал подойдет. То есть тут вот есть определенные сложности. Тем не менее, ограничения это такие условные. То есть вот метод для поиска таких мутаций не предназначен, но он не референсный для этих вещей. Но это не значит, что он не позволяет их ловить. В общем-то, при определенных подходах позволяет. Особенно, если мы точно знаем, что и где мы хотим поймать. Ну и мозаицизм. Тут я про это уже говорила, да, что если у нас мутация всего 10% ДНК в клетке, не в клетке, а в кусочке ткани, которую мы взяли для исследования, то нам нужно 10Х покрытий, нам недостаточно, нам нужно более высокое покрытие. То есть мозаицизм это ограничение метода, опять же, при недостаточно большом покрытии и среднем. Чем более мы увеличиваем среднее покрытие, тем больше вероятность, что мы сможем условить мозаицизм там и 10%, и 5%, и 1%, и, ну, в общем, даже, наверное, еще меньше. Ну и эпигенетические варианты, это вот, да, то есть вот это действительно ограничение, а эпигенетические варианты стандартным секвенированием мы поймать не сможем, для этого нужно использовать другие методы. По поводу того, что метод не является исключающим, это важно, наверное, в первую очередь для диагностики наследственного рака. Тут как бы очень важно понимать, что если даже мы там секвенировали, например, панельный наследственный рак, там, да, там, никакие мутации не нашли, это не значит, что мутации нет. Это может означать как то, что мутация находится в каком-то гене, про который мы еще ничего не знаем, так и то, что мутация находится в каком-то участке ДНК, который не попал в таргетные регионы нашей панели, и, кроме того, это, в общем-то, может означать, что мутация такая, которую мы этим методом поймать не можем, например, это какая-нибудь такая транслокация, которую мы не видим. Как я уже говорила, панели, которые используются в клинической онкогенетике, панели для поиска соматических мутаций, я хочу тут это подчеркнуть, они бывают условно небольшие и условно большие. Что значит большие и небольшие? Небольшие это 50-100 генов, а большие это 300 и более, вплоть до 600 генов. И вот они, то есть они во многом отличаются, помимо цены, понятное дело, в небольшие таргетные панели, как правило, включаются гены не целиком, туда включаются какие-то отдельные важные таргетные регионы, про которые мы знаем, что там находятся ход споты какие-то, что там наиболее часто возникают клинически значимые мутации. Например, в случае гена Кейрас, это могут быть 2, 3, 4 зоны, и все остальные, все остальное, как сказать, вся остальная последовательность гена Кейрас, туда не включена. В случае больших таргетных панелей, как правило, гены включаются целиком, но тоже кодирующие участки генов, интроны не включаются, кодирующие участки генов включаются целиком. Кроме того, отличие в покрытии, про это я тоже упоминала, большие таргетные панели, там можно не такое высокое покрытие делать, ну там порядка 500X, допустим, и в принципе этого будет уже достаточно, особенно если достаточно оптимально подобрана панель, подобраны там праймеры или зонды, может быть достаточно покрытия 500X. В случае с небольшими таргетными панелями, как правило, покрытие делают больше, больше 2000X, больше 3000X, но это как общее правило, то же самое работает, например, для экзомов и геномов, для экзомов достаточно среднего покрытия 100X для диагностики моногенных заболеваний, а для геномов достаточно покрытия 30X для тех же самых целей, то есть чем больше у нас панель, тем меньше мы можем сделать среднее покрытие, в общем-то без потери качества. Ну и опять же, в небольших таргетных панелях у нас, как правило, включены онкогены, а в больших панелях включены как онкогены, так и онкосупрессоры. Про онкогены и онкосупрессоры мы, по-моему, чуть ли не на каждой нашей лекции говорим, но я буквально пару слов еще раз скажу на всякий случай, чтобы напомнить, про онкогены это те гены, которые дают опухоле преимущество в росте и развитии, а онкосупрессоры это те, которые, наоборот, в норме препятствуют образованию опухоли, ну и, соответственно, в онкогенах мутации, как правило, происходят в каких-то футспотах, в каких-то отдельных точках, в отдельных кадонах, в активных центрах или где-то еще, и, соответственно, такие мутации дальше приводят к активации этих генов, онкосупрессоров, все наоборот, мутации приводят к активации этих генов, и, соответственно, они могут, в общем-то, встречаться в любом месте этого гена, если это, например, мутации, которые приводят к упорочению булка. Ну, более-менее в любом месте гена, тоже, конечно, не совсем, но более-менее. И, соответственно, онкогены целиком сиквенировать, возможно, не обязательно, потому что все те мутации, которые находятся вне футспотов, вне вот этих известных клинически значимых каких-то регионов, с ними все равно непонятно, что делать, вне неизвестной клинической значимости, а когда мы говорим про онкосупрессоры, вот там нужно все последовательно закодирующие, по крайней мере, последовательно гена сиквенировать целиком. Ну, и вот как-то так это выглядит, если мы смотрим на секвенспециальной программе под названием IGV, на данные сиквенирования. Небольшая таргетная панель выглядит следующим образом. Вот это у нас генки и раз, вот здесь вот снизу он нарисован, вот это какая-то, как это сказать, линия со стрелочками, и вот такие прямоугольнички синенькие. Значит, вот то, что линия со стрелочками, это интроны, вот эти небольшие прямоугольнички, это их зоны этого гена, кодирующие участки этого гена. Как видно, тут этих зонов, как бы, ну, вот некоторое количество, я сейчас уже, честно говоря, не помню, 6, по-моему, там. А сиквенируем мы только три из них, про которые мы точно знаем, что в них сидят клинически значимые мутации. Остальные мы не сиквенируем, интроны мы не сиквенируем, мы экономим на секвенсе, мы экономим на пробподготовке. То есть у нас получается такой подход, который позволяет найти какой-то баланс между стоимостью исследования и его клинической значимостью. Ну, и если мы говорим, например, про BRCA-ген, да, он по су-прессор, там такой подход не подойдет, там нельзя взять и сиквенировать все, там какое-то небольшое количество их зонов, там надо сиквенировать все их зоны. И выглядит это будет примерно вот каким-то таким образом, что вот эти вот все какие-то прямоугольнички, они все более-менее, более-менее покрыты. Покрыты это значит, что мы вот тут вот видим, что-то видим вот здесь в этой области, некие риды, некие какие-то покрытия. И вот здесь вот эти столбики означают, говорят нам о том, что у нас какое-то покрытие присутствует. Про всю эту визуализацию я еще чуть позже расскажу, ну, в смысле, на следующей лекции расскажу, поэтому я тут не буду долго на этом останавливаться. Ну, я единственное хотела просто показать, чтобы было понятно, да, что вот, ну, как бы, какая разница между тем, что мы сиквенируем только часть их зонов или даже их зоны не целиком, а только те участки их зонов, которые нас интересуют, тем, что мы сиквенируем все их зоны какого-то гена целиком. И, например, в случае генома у нас будет покрыта вся вот эта область всего этого гена, то есть вот здесь мы везде увидим заполненное поле вот этими прочтениями, ну, и, соответственно, по соотношению, да, вот этих участков видно, что геном, конечно, гораздо больше экзома, и стоимость сиквенивания будет тоже, к сожалению, гораздо выше. Ну, и, как следствие, понятно, что небольшие таргетные панели и большие таргетные панели отличаются по цене достаточно сильно. Небольшие таргетные панели, ну, здесь у нас в России могут стоить там 30-50 тысяч рублей, допустим, а большие таргетные панели будут начинаться от 100 и выше вплоть до 500, может быть, даже еще больше 500 тысяч рублей, в зависимости от того, о какой панели идет речь. Как пример, большая таргетная панель, так называемая большая таргетная панель, почему привожу именно этот пример, тест Foundation One, потому что, во-первых, он одобрен FDA, во-вторых, он галидирован на достаточно большом количестве клинических образцов, он прошел клиническую галидацию, вот, соответственно, ну, вроде как показал свою определенную эффективность для определенных каких-то клинических задач. В исследование включено более 300 генов, и это исследование позволяет смотреть самые разные вещи в опухоли, начиная от каких-то мутаций, ну, однонуклеативных замен, небольших консерций, дилеций, вариаций числа копии генов, трансфокаций. Про все эти типы мутаций я рассказывала на каком-то своих вебинарах некоторое время назад, поэтому я не буду на этом долго останавливаться. Кроме того, тест позволяет выявлять комплексные биомаркеры, микростролитную нестабильность, мукционную нагрузку, дефицит генологичной комбинации. Ну, там у них еще, они методом ЭБХ дополнительно смотрят экспрессию PD-L1, потому что просто, ну, секвенирование, как бы, посмотреть это никак нельзя, то есть вот все то, что мы сможем посмотреть секвенирование в плане гена PD-L1, оно будет слабо коррелировать с результатами ЭБХ, вот, поэтому это они, как бы, делают отдельно. Ну, а вот это все, вот это все, это все, это все делается секвенированием. Исследование выполняется в Германии, вот, и стоит дорого. Но дорого, понятно, почему. Во-первых, потому что действительно много генов, во-вторых, потому что эти гены, ну, кодирующие участки, эти гены включены туда целиком. Кроме этого, туда еще включены какие-то определенные участки, которые позволяют транслокации ловить. Ну, и, соответственно, они сняли вот эти все ограничения, про которые я говорила, по поводу идентификации каких-то вариаций числа копий генов и транслокации. Они все это смотрят, они все это видят. Вот, ну, и, соответственно, то есть даже просто стоимость секвенирования здесь получается достаточно высокая, исследование тоже получается дорогое. Других примеров я приводить не буду, тоже мы еще на следующих наших лекциях обязательно коснемся, каких-то примеров использования одних каких-то методов и конкретных тестов в клинической практике, других методов, других тестов. Вот, здесь я просто хотела проиллюстрировать, что, да, вот такие бывают исследования на основе секвенирования нового поколения. И другой пример – это жидкостная биопсия. Это когда мы пытаемся искать некие биомаркеры опухоли, ну, например, мутации, например, кориферической крови пациента. На самом деле, не обязательно в крови, это может быть спиннонезговая жидкость, моча, что-нибудь еще. Вот, но я, ну, я больше, как бы, слышу и вижу пока, что используется кровь. В качестве объекта исследования тоже могут поступать разные, разные какие-то биологические сущности. Это могут быть циркулирующие опухолевые клетки, это может быть циркулирующая опухолевая ДНК, циркулирующая опухолевая РНК, экзосомы, и чего там только нет на самом деле. Вот, чаще всего, ну, то есть, вот с того, что вошло в клиническую практику более-менее, чаще всего смотрят ДНК, смотрят мутации в ДНК, циркулирующую ДНК в крови пациента. Опять же, жидкостную биопсию можно выполнять разными методами, можно тем же ПЦР, можно какими-то еще всякими разными методами. И очень неплохо можно делать методом секренирования нового поколения. Достаточно неплохо он для этого подходит. Вот. Правда, достаточно дорого получается. Там нужно покрытие еще выше, чем если мы с клинировым образец ткани опухоли. По поводу того, как жидкостная биопсия применяется, ну, я вот тут, как это сказать, я привела список, ну, может быть, не исчерпывающий, но близкий к тому, вместе с мечтами. Ранняя диагностика – это вот мечты. То есть какое-то время назад вроде там кто-то пробовал на рынке какие-то там предлагать тесты, которые позволяют раннюю диагностику рака, имеется в виду, что клинических проявлений рака еще нет, а мы вот сейчас сделаем жидкостную биопсию и поймаем. Но эти тесты все как-то потихонечку отвалились, то есть как-то я их сейчас в основном не вижу, потому что, ну, пока нет подходов, которые нам позволят это делать достоверно. Вот. Поэтому ранняя диагностика – это такие мечты в связи с жидкостной биопсией. Это пока вот то, что как бы не очень работает. Но вот все, что касается определения аукционного профиля опухоли, тут все более-менее. Во всяком случае, когда у нас, когда у пациента нет опухолевого материала, при определенных мозологиях жидкостная биопсия может применяться для того, чтобы выявить какие-то драйверные мутации и для того, чтобы дальше, исходя из этих мутаций, подобрать терапию. Ну, например, это для рака легкого может работать или для каких-то других мозологий. Про жидкостную биопсию у нас будет тоже отдельная, я думаю, надеюсь, что у нас будет отдельная лекция. Подробнее мы там посмотрим, при каких мозологиях это есть смысл делать, при каких мозологиях смысла делать нет. Вот. К сожалению, не любая опухоль в крови, достаточное количество опухолевого ДНТА продуцирует. Но, тем не менее, в каких-то случаях может быть такой неплохой выход, когда никакого другого биоматериала у нас нет. Нет. Из разряда мечтаний еще, как бы, ну, вот такие слова про то, что вот, а мы бы могли смотреть универсальный профиль опухоли, в случае, если у нас есть первичный очаг, у нас есть метастазы, и вот мы могли бы смотреть там мутации там и там везде, потому что, ну, возможно, мы, например, до каких-то мест метастазирования добраться не можем, биопсию взять не можем, там операцию сделать не можем, материала у нас нет, а нам же нужно вот это все лечить. Но это пока, к сожалению, тоже вот клинического какого-то применения, что ли, не получило. Возможно, по мере развития методов, по мере развития понимания того, как мутации в опухолевой ДНК, циркулирующие, коррелируют с мутациями, собственно, как бы в самих очках опухоли. И, может быть, когда у нас вот это понимание появится, может быть, мы приблизимся к этому вот пункту, да, но пока это вот, к сожалению, мечты, я бы сказала. Вот. Но для чего еще можно точно использовать метод для мониторинга развития заболевания, рецидивов, развития резистентности к терапии? Вот это да. Когда мы знаем конкретно и точно, какие в опухоли мутации есть, начинаем, допустим, применять терапию, дальше мы можем, опять же, при определенных нозологиях, мы можем смотреть, что там с этими мутациями в циркулирующей опухолевой ДНК происходит. И если мы видим, что мутация была, и вот она начинает пропадать, то это может говорить о том, что либо у нас соответствующая опухоль уже, ну, как бы, то есть мы ее убили терапией, да, и, соответственно, ну, возможно, нет смысла дальше применять терапию, потому что она может в этот момент стать бесполезной, либо, ну, точнее, как не либо, да, то есть это в любом случае говорит о чем-то таком, но это еще может говорить о том, что вот-вот у нас где-то возникнет резистентность, рванет какой-то рецидив, особенно если мы клинически видим, что как бы все еще есть. Это может говорить о том, что у нас пошел в рост какой-то клон, в котором именно этой мутации нет, и эта терапия не подходит, нам нужно искать другую терапию. Но для вот этих вещей необязательно использовать сиквенирование нового поколения, если мы точно знаем, какие мутации мы хотим посмотреть, вот тут мы как раз можем воспользоваться методом ПЦР, по крайней мере, если есть соответствующая ПЦР-система, вот эти мутации. Ну, и буквально пару слов я скажу про статус метода сиквенирования в клинической практике, ну, такой как бы, не то что юридический, но такой, ну, правовой, что ли, статус. И начну, конечно, с того, что происходит за рубежом, потому что мы, естественно, к сожалению, отстаем. Вот, за рубежом есть, ну, в Соединенных Штатах Америки есть такая организация, Student Drug Administration, это некое такое управление косметическим надзором за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств. И вот эта организация, она первый МЧС-тест одобрила в 2013 году для мукулицидоза, а дальше был некоторый перерыв, и вот там пошло одобрение следующих тестов. В 2016 году был одобрен первый, так называемый, Компания Diagnostics-тест на основе МЧС. Компания Diagnostics-тест, который предлагается применять в комплекте, с неким определенным лекарственным препаратом, то есть одобряется какой-то лекарственный препарат для какой-то нозологии, и вместе с ним сразу одобряется какой-то диагностический тест, который позволяет выявлять те самые маркеры, при наличии которых этот препарат рекомендуется применять. Вот, первый такой тест был одобрен в 2016 году, и это был тест той же самой компании Foundation для поиска мутации в генах персей. Дальше, в следующем году был первый мультимаркерный CDX-тест одобрен для рака легкого, и в том же 2017 году был одобрен, в общем-то, уже Foundation One для всех типов рака, не только для рака легкого. На данный момент, вот тут я боюсь немножечко соврать, где-то, может быть, полгода вот этой информации, но вот где-то полгода назад было одобрено 6 CDX-тестов на основе МЧС, может быть, сейчас уже больше надо посмотреть. Вот, ну и что касается каких-то клинических стандартов, согласно клиническим стандартам НССН, Национальной онкологической сети США, в общем-то, уже рекомендуется применять сканирование нового поколения в диагностике, в онкодиагностике, ну, например, для рака легкого уже в 2020 году это было, и то, может быть, еще раньше появился просто скриншот, сделан с рекомендацией 2020 года, вот они говорили, что, в общем-то, уже следует использовать такое, как бы, широкое молекулярное тестирование, широкий молекулярный профиль определять опухоли, потому что есть достаточно большое количество маркеров, на которые имеет смысл смотреть на раки легкого, и, соответственно, достаточно разные терапевтические опции будут применяться в зависимости от того, какие маркеры будут обнаружены. Ну и, ясно, тоже в 2019 году уже писали про то, что сканирование нового поколения имеет смысл применять. Вот, в России в этом плане немножечко все медленнее происходит. Первое регистрационное удостоверение на сепинаторе, июня МАСЕК, МАСЕК-ДИКС, было получено в 2014 году. Первое регистрационное удостоверение на НЧС-панель для ВИЧ было получено в 2018 году. Только в 2020 году было получено первое РУ на НЧС-панель в онкологии. Дальше это была панель больше для таких, ну, для средиагностики наследственного рака. А в 2021 году была одобрена панель для поиска соматических мутаций. Но использование НЧС в клинической практике у нас в России пока все еще, я бы сказала, в зачаточном состоянии. В первую очередь используется, как я говорила, для диагностики наследственных каких-то заболеваний. И панели, и зону, и геном могут использоваться для целей ПГТ, при импульсационного генетического тестирования. А в онкологии начинает потихонечку применяться, но очень так вот пока осторожно, аккуратно. И, наверное, не начнет применяться шире, пока не попадет в стандартные рекомендации. Но вот пока, насколько я знаю, этот метод туда не попал. Но попадет обязательно, однозначно, 100%. Другого пути развития у нас нет. Вот, поэтому я считаю, что, в общем, конечно, врачам про этот метод нужно знать. И это все, что я хотела сегодня рассказать. Я готова ответить на вопросы. Спасибо.